Татьяна Исаева работала на городском радио более 30 лет. Сегодня свои знания и опыт передает юным журналистам во Дворце детского творчества. Она была свидетелем перемен, которые происходили в жизни СМИ и всей России и в нашем городе. Могу сказать, что сегодня, как никогда, у нас свобода слова, свобода мнений, огромный разброс мнений, разгул, я бы сказала, фейковых новостей, то есть ложных. И это, конечно, большое отличие от прежней ситуации в журналистике. Как говорит Татьяна Исаева, журналист должен нести ответственность за ту информацию, которую он представляет своей аудиторией и честен в первую очередь перед самим собой. Сегодня у многих редакций собственная информационная политика, она бывает совершенно противоположной. Поэтому нужно выбирать для себя СМИ, которые соответствуют твоим убеждениям. Это будет честно, даже если это какие-то оппозиционные убеждения, но, как я слышала от некоторых наших коллег даже в нашем городе, что можно работать в одном СМИ, а тайно подрабатывать в другом, совершенно противоположном. Вот это вот продажность высшей марки, так сказать. Свои убеждения Татьяна Исаева старается передать и воспитанникам. Очень важно, на ее взгляд, научить подрастающие поколения ориентироваться в современном информационном пространстве. Я поставила себе задачу не только обучить их приемам телевизионным, писательским, так сказать, корреспондентским, но и наполнить их душу, сформировать их личность, которая была бы пригодна для этой профессии. Опять же, эрудиция, погружение в культуру, в историю. Одна из воспитанниц Татьяны Исаевой, София Комкова, хочет пойти по стопам своего преподавателя и тоже стать журналистом. И на радио, и на газеты всегда будет своя аудитория. Естественно, и у телевидения, и у интернет СМИ всегда будут свои недостатки, свои плюсы. Но ни один из видов СМИ не умрет, мне кажется. Как считает София, ради того, чтобы заниматься любимой профессией, можно преодолеть все трудности. Ведь журналистика даст ей возможность встретить интересных людей, узнать много нового об окружающем мире и всегда быть в центре событий. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24.